Сегодня мне хочется поговорить о желании человека и льжеволи Бога. Вы знаете, настолько это насущная тема, как неудивительно, сколько мы об этом говорим, но она остается насущной. Потому что желание человека все равно пробивается. И оно пробивается иногда так, как ты его даже не видишь, не замечаешь. Сваливая на волю Бога. Вот у Еремии 23, 21 говорится. Я не посылал пророков всех. Они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Вы знаете, это большое искушение. Большое искушение у человека, желаемое выдавать за действительное. Как хочется, чтобы мы научились понимать, что одно дело я хочу, другое дело Бог хочет. I wish for you to understand the difference between what I wish and what God wants. Одно дело, что моя душа услышала, другое дело ты услышал Слово Бога. One thing is my soul heard something or you heard actual word of God. Нельзя выдавать то, что тебе хочется, за Слово Божье. Мне Бог сказал. You cannot present things that you would like to happen as God said to me. Я многократно слышал об этом. Мне Бог сказал, и я вижу, что Бог его личная душа. Он выдает желание души под именем Бога, вы понимаете. Когда мы говорим, что Бог сказал, мы пророчествуем. Надо быть с этим осторожными, согласитесь со мной. От того, что ты пророчествуешь, за это ты будешь или награжден, или судим. Но бывает разочарование у народа Божьего, за что? Потому что народ слышит не то пророчество. Верит человеку, который говорит душой. От имени Бога, Бог сказал. Еще бывает разочарование от того, что человек верит собственному голосу души. И получает ответы как бы от Бога, от собственной души. И бывают очень большие разочарования и падения. Бог никогда не следует путями человеческими. Никогда. Он предлагает идти Его путями, разве не так? Разве хоть кто-то из нас может Бога на свой путь позвать? Вы знаете, однажды мне Бог сказал, что Он на мою войну даже не придет. И когда-то было такое, что я Его позвала. Он сказал, что нет, войны Божьи надо выполнять. Там надо сражаться. И так Бог не следует нашими путями. Бог может дать нам просимое. Когда мы просим, умоляем, Он дает, то не всегда нам на благо. Но запомните, когда мы говорим, как бы Бог нам сказал, я слышал, меня Бог повелел. Будь ответственны за эти слова. Когда мы говорим, что Бог говорил мне, я слышал Бога, и Он сказал, что нужно быть ответственным за эти слова. Еремия 23, 28, 31, замечательные слова. Тут говорится даже о пророках. Уж не говорим просто о простых людях, о пророках. Пророк, который видел сон. Пусть и рассказывает его, как сон. The prophet who has a dream, let him tell a dream. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. And he who has my word, let him speak my word faithfully. И дальше смотрите, что общего у мякины с чистым зерном? What is the chaff to the wheat? Говорит Господь. Слово мое, неподобно ли огню? Говорит Господь. It's not my word like a fire, says the Lord. И неподобно ли молоту, разбивающему скалу? And like a hammer that breaks the rock in pieces. Вы знаете, когда говорит Слово Бога, оно действительно приносит пользу. Когда человек о себе говорит, кроме как заблуждения, ничего не бывает. Буд может получиться. Сплетни распространятся. Но когда говорит Господь, он все это разбивает, разрушает всю нечистоту. He breaks all this uncleanliness. He breaks the hearts of men. Он как огонь прожигает, ты чувствуешь, что Бог сказал. And it burns like fire in your field, God has said. Посему, вот я, на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Therefore, behold, I am against the prophet, says the Lord, who steal my words, everyone from his neighbor. Вот я, на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал. Behold, I am against the prophet, says the Lord, who use their tongues and say, he says. Опасно. Dangerous. Before you say, God said, think hundred times. But if God said, he will follow these words. He will affirm his words. It will be visible that that what God said. It will be God's will, not the desire of a man. Let's go back to the beginning of these words. Посмотрите, Бог сопоставил свое слово с чистым зерном. А что человек выдает с мякиной. То есть, что это такое? Взял слово, перемолол его, добавил своего туда. И выдает. Как слово Божье. Вы знаете, сколько такого бывает. Что уже нельзя узнать пророчество. Помните, я много раз вам говорил, даже когда Бог говорит пророчество, это пророчество, вот так он сказал, не прибавляй ни единого слова, ни вперед, ни назад. И не начинай его трактовать, потому что. Когда ты трактуешь, получается, мякина. Это уже совсем не то, что Бог имел в виду. Посмотрите по Библии. Когда получали какое-то пророчество и не понимали его. Когда люди получали пророчество и не понимали его. Когда люди получали пророчества, и не понимали его. Что делали? Начинали сами толковать. Может быть, сонники смотрели? Нет, шли к пророку. Помолись. Вы понимаете? Помолись. Помолись. Чтобы получить от слова, от пророка. Но если ты пришел к пророку, если ты пришел услышать от Бога сновидение, толкование, прими. Даже если оно тебе не нравится. Потому что, может быть, это обличение Бога для тебя. И так чистое зерно, смекина не надо смешивать. У кого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. А у кого его нет, так и говори. Мне кажется. Я думаю. Вот у меня в сердце так. Вот я его увидел во сне. Понимаете? Будьте осторожны с этим всем. Потому что Бог говорит, вот я на таких пророков. Пророк — это не обязательно великий пророк. Нет, ты можешь пророчествовать. Когда говоришь, Бог сказал. Услышали? Итак, это предупреждение. Если такое не происходит, то это уже получается лжепророчество. Однажды Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Скажите мне честно, кто из вас над этим словом трудится всю свою жизнь христианскую? Или, может, вы уже всего достигли, я не в курсе. Это слово. Научитесь. Вы должны пронести через всю вашу жизнь. Как он был кроток? Как он был смирен? Вы все понимаете? Вы задумываетесь над этим. Вы смотрите на себя. Похоже что-то. Я научился чему-то. О каком смирении он говорит? Посмотрите на его пример. Насколько он был смирен пред Отцом. Настолько был смирен, что ничего от себя не делал. Как человек в любом человеке рождаются желания. И у меня их много. Есть мечты. Но как мечты я выдаю, как мечты. Желания, как желания. Но я отделяю волю Бога и мое желание. Вы знаете, на протяжении вот этих двадцати с лишним лет столькие ко мне подходили и говорили «Ты должна». Я удивляюсь, как это так осмеливаются, но люди мне говорят «Ты должна». Ты должна этого поставить туда, вот этого назначить здесь. Ты должна пойти в Лондон и там открывать церковь. Я казалась, «Столько должна». И когда я говорю, что нет, говорят «А, не слушайся». Своё творит. Своё ли? Или волю Бога? Вы думаете, Иисусу Христу не пытались говорить «Ты должен». Ты должен это, ты должен то, ты должен пойти показать себя, я вид себя вот там. Но Он был кроток и смирен с сердцем. Людям так не казалось. Потому что Его не могли вот так взять и повести. Сделай, ну-ка, здесь. А вот это вот здесь, сделай чудо. Вот этого исцели, вот этому дай. Кто мог им командовать? Он был послушан только Отцу. Понимаете, что такое смирение? Не перед людьми. Смирение — это когда весь мир на тебя восстанет, а ты смирен пред Богом и делаешь Его волю. Как это может показаться народу? зазнался, возгордился, как про Давида говорит, знаем мы сердце его надменное, да? А Бог говорит, муж по сердцу моего. Потому что он был послушан Богу. Вы понимаете, что такое смирение? Не ищешь своего. Ищешь воли Бога, чтобы ее совершать. Чего бы тебе, что бы тебе не препятствовало, чем бы ты за это не заплатил? Если не смирить свое сердце, вообще невозможно исполнить волю Бога. Вообще, потому что сердце желает очень многого своего. И сердечные желания водят человека. Далеко не по путям Божьим. И так не надо путать свои пути с путями Божьими. Собственные желания с волей Божьей. Во имя Бога много чего совершено. Вы знаете, отлично. Бог не посылал. Вы помните, что делали католики. Инквизиция святая. Вы знаете, что делали крестоносцы. И все под именем Иисуса Христа. Посылал Он их. Бог сказал. Вы понимаете, под этим именем можно делать и творить многое. Но я вам скажу, что только на то, на что Бог посылает. Только это совершается во имя Его. Остальное все во имя Твое. Может быть, во имя церкви, во имя религии, во имя что угодно. Но во имя Бога только то, что Он сказал и сделал. that He said and you've done. Посмотрите, как говорит Иисус Лука 4, 43. И другим городам благовествовать я должен. Какое слово интересное. Царствие Божье, ибо на то я послан. Он не сказал, хочу. Я хочу. И вот этим городам. Я хочу еще вот тем городам. А почему бы мне в Риме не побывать? And those cities, why don't I go to Rome? Должен. He must. Почему? Ибо на то я послан. Because for this purpose I've been sent. вот на что ты послан, ты должен. Это воля Бога. Вот Его в чем смирение. Вы понимаете, в чем Его смирение. This is Jesus' humbleness here. Он же даже хотел бы пойти направо, Бог говорит, нет, сюда, налево. Вот в этот поселок. Вот к этому народу. В другом месте говорится у Иоанна 6, 38. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. For I've come down from heaven not to do my own will, но волю пославшего меня отца. The will of Him who sent me. Простите меня, но мне кажется, что некоторые думают, что они сошли для того, чтобы творить волю свою. Вот такое впечатление создается. Для этого и сошлись с небес. I feel that some people come down from heaven to do their own will. Вы знаете, что вы все посланы тоже. С какой-то целью, с каким-то определением. Но если вам свое определение не нравится, а нравится вот его определение. Вы хотите творить вот это. Это не смирение. Смиренный сердцем творит то, за чем он послан. А вы знаете, на то, что ты послан, тебе не всегда хочется. Человек всегда этому противится, потому что это сложно, это трудно для тебя, кажется, недосягаемо. И неудобно. Некомфортабельно. Потому что это служение. Бог послал нас служением. Итак, Иисус исполнял волю пославшего Его. И не так, как Он хотел. Иисус fulfilled the will of Him who sent Him, but not His own will. Вы сами знаете Его последнюю молитву. Уж точно Он на крест не хотел. А кто из нас хочет на крест? Правда? Как Он говорит? Отойдя немного пал, на лицо Свое молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Nevertheless, not as I will, but as you will. Вы знаете, как часто у нас бывают другие молитвы. You know, so often we have different prayers. Господи, сделай вот это. Господи, прошу Тебя, дай вот это. Я так Тебе умоляю, я вот поститься буду, вот это сделай, вот это дай. Lord, do this. I pray. I will fast. Please do this. I ask You, please do that. И постятся и молятся. и требуют у Бога, да, и demand from God, give me. А кто вопрошает? И кто говорит, не моя воля? Who is asking, saying, not my will, but shall your will be done? Мало кто. Мало кто. Not many. Потому что мало смиренных. Вот это смирение. This is humbleness. Когда ты не ищешь своего. Понимаете, что такое не ищешь своего? You see, what does it mean not to seek your own? Это гораздо глубже, чем мы можем себе предположить. It's much deeper, than we can imagine. Смиренное сердце значит послушное. Невозможно быть послушным, если ты не смирен. You cannot be obedient unless you are humble. We say a lot about, speak a lot about obedience. It starts with humbleness. Смиритесь. Humble yourselves. Humble yourselves. Before God. Пред Его воли. Before His will. Пред Его путями. Before His ways. Не ищите своих. Не пророчистуйте свои желания. Не утверждайте свои слова. Do not affirm your words. Сердце должно быть согласно с волей Бога. The heart must be agreed with the will of God. Послушание и смиренное сердце это когда оно согласно с волей Бога. Obedient heart and humble heart is when you agree with the word of God. Даже если не понимаешь. Even if you don't understand. Сколько раз я не понимала. Его путей не понимала. I don't understand God's ways. Я просто говорила я соглашаюсь. I just said I agree. Не понимаю я просто соглашаюсь. Я просто сделаю. Я просто пойду. Я не понимаю. I do not understand. Но от меня он и не требует понимания. Он требует послушания. Согласитесь. He demands obedience. Right? Поэтому даже если вы что-то не понимаете просто будьте послушаем. Сегодня может быть вы не понимаете просто будьте послушаем. Стефан в своей последней речи обличал фарисеев. Стефан in his last words he rebuked Pharisees. He said wonderful words. Необрезанные сердца. Давайте прочитаем. It's called Uncircumsticed Hearts. Let's read it. Деяния 7.51 Жестоковыные. Люди с необрезанным сердцем и уши душами and ears. You always resist the Holy Spirit. As your fathers did so do you. How can we we are children of God we are sons of Abraham. He spoke to Pharisees. The servants ministers uncircumsticed hearts. Uncircumsticed ears healing its own will. Необрезанные сердца живут своей волей. Uncircumsticed hearts leave their own following their own desires. И мы видим с чем это все кончилось. And we see how this came to an end. Не ищут боли Бога. They did not seek God's will. They did not obedient to the Holy Spirit. Ну а что такое кротость? Мы сейчас говорили о смирении. What is humbleness? What is meekness? What is meekness? Ведь Иисус сказал научитесь на меня ибо я кроток и смирен сердцем. Jesus said I'm lowly and humble and hard. Кротость это когда ты не только послушан еще и не возмущаешься. Meekness is not when you're just obedient you also have no indignation. Кроткое сердце не возмущается. Meek heart does not have indignation. Когда в сердце еще раз повторяю есть согласие и даже не понимает. In the heart there is agreement even if there is no understanding. There is agreement даже вопреки твоего желания. Even against твоим мыслям. Against your thoughts. Against your thoughts. Against your understanding. Ты просто соглашаешься. You simply agree. Избираешь его волю. You choose his will. Этот кроткий сердцем человек кого Бог назвал кратчайший. Whom did God call the most humble person? Moses. Моисея Бог назвал кратчайшим из людей. Этот кратчайший взял меч да как порубал скольких. he called Moses the most humble person but he took his sword and cut so many people. Во гневе. In the anger. Мы видим, что у него был и гнев Божий. He had anger of God. То есть не в этом кротость. Кротость в том, что ни один раз он не возроптал. Вы представляете такую картину. Он жил свято. Он ходил пред Богом. Он говорил, как Бог сам о нем свидетельствует уста к устам. Он имел такую близость с Богом, как никто никогда не имел. Он к нему приходил, как говорится, как своему другу, говорил, получал ответ, выходил и рассказывал. И вдруг, когда народ согрешил, и Бог сказал, на 40 лет в пустыню, он мог бы сказать, а я-то тут при чем? Это вся моя жизнь. Я все потерял. Я в пустыне должен так и умереть. Он ничего не сказал. Так значит так, Господи. И 40 лет в пустыне уже не видел другой жизни. Провел из-за их греха. Из-за их греха. Он жил для себя. Жил для себя. Но он был согласен с Богом. Раз Бог так сказал, значит так мне определено. И вы знаете, что такое согласие? Само по себе слово согласие. Говорить в один голос с Богом. Понимаете? Когда ты согласен с Богом, ты говоришь в один голос с Богом. Ты говоришь Его уста. То есть твои уста говорят Его слова. Посмотрите, как сказано у Еремии 15, 19. Будешь как мои уста. Помните? Если извлечешь драгоценно изничтоживого. Будешь как мои уста. Давайте прочту все место. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. То есть всем сердцем, всем лицом своим, всем к Нему. Я восставлю тебя. Подниму тебя. I shall bring you back. I shall stand before me. И будешь предстоять пред лицом моим. You shall stand before me. Невозможно говорить Его как его уста, если ты не стоишь пред лицом Его. Запомните это. You cannot speak as God's mouth unless you stand before Him. Remember that? And if you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ней. Let them return to you, but you must not return to them. Вы понимаете, когда ты в согласии с Богом, тогда, если Бог за нас, кто против нас, тогда, да, God is with us, who can be against us. Тогда Он в тебе, и Он говорит через тебя, и ты действуешь по слову Ему, кто противостанет. Then He's in you, He speaks for you, you follow His word, who can resist? Итак, Бог хочет, ищет такие уста. So God seeks such mouths, уста кротких и смиренных сердцем, которые не будут мягиной кормить, а будут давать чистый хлеб, какой получили чистый хлеб. Вот почему Иисус сказал, что Он кроткий, смиренный сердцем. Научитесь, Научитесь, Он сказал. Он настолько был согласен, с Отцом. Его согласие дошло до такого состояния, что Он говорит, Я в отце, отец во мне. Настолько согласен, что ты слит с Ним. Он в тебе, а ты во мне. Если я говорю, так знаешь, что это говорит Бог. Иоанна 14, 10. Разве ты не веришь, что Я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю, я вам говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. От себя говорит тот, кто не обрезал сердечко, не обрезал ушки. Не обрезанными сердцами. Не обрезанными сердцами. Желания, мечты свои, непослушания, все там присутствует. Будет присутствовать и осуждение, и бунт. Я вам скажу, что мало того, что в этом служении верующего, будут массы ошибок. А если вообще это служитель, так уведет не туда. Поэтому Павел говорит, умоляю, предоставьте тела ваши. That's why Paul writes, I beseech you в жертву живую Богу угодную для разумного служения вашего. Я бы не хотела иметь безрассудное служение. Which is your reasonable service. I don't want to have unreasonable service. Но разумное служение только воля Бога. But reasonable service, it's only in God's will. Только воля Бога, она разумна. Правда? Согласны со мной? Мы согласны подчиняться Его воле. Мы согласны жить по Его воле, не по собственной. Вы согласны жить по Его воле, не по собственной. Взыскивайте ее. Послушание воли для человека это жертва. Поэтому Павел сказал, жертву живую. That's why Paul said live in sacrifice. Оказывается, надо пожертвовать своими мечтами, своими желаниями, своей любовью, своими представлениями, намерениями. И просто подчиняться воле Бога. Жертва. Is it a sacrifice? Жертва. It is. Притом живая. And a living one. Понимаете? Для разумного служения. For reasonable service. If a person has humbled himself before God and learned to be meek, he will rejoice to do that. He will rejoice to fulfill God's will. That God is using it's such an honor when God uses your mouth. And Holy Spirit leads you. In such a case, you are led by the Holy Spirit. Because you're obedient. Because you're obedient. through Jesus Christ, that is possible. Through Jesus Christ, This is his desire. And you've been sent to me. And you've been sent to me. In us. In us. In us. That the world may believe that you sent me. If there is such unity, the world will believe that Jesus was sent. And you've been sent. And then his name will be glorified. That's why we will believe because his name will be glorified. His name is not being glorified, but be put to shame. But those who rebel and say that they're Christians. But the humble and meek-hearted that's where the power of God works. The Lord will be glorified. This will be called the works of God. There are works of man, good and kind and good intended. There are works of God. Вот хотелось бы, чтобы мы делали дела Божьи. I desire for us to do God's work. Live in disobedience. And not just achieve the appearance of humbleness and nicknness. Having internal rebellion that can be manifested when you don't agree with something. But humble and meek in the side. This must be an achievement. You understand. I hope you understand. I hope you understand. I hope you understand. For you never to hear these words, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Господи, не твоим ли именем, не от твоего ли имени? Он скажет, никогда не знал. And we did these things and those things in your name, but he says, I never knew you. If God will deny us, who will intercede? This seems to be the most terrible thing you can hear from God. I never knew you. You served him all your life, but he says, I never knew you. Why? Because you did not serve him, you served your own name. You were seeking your own things, how to rise and be glorified. And it was under the name of Jesus. Under the name of Jesus. Under the name of Jesus. No idea. You need to worship him. This is the worship. Bring your neck before the Lord down. Submit to his will. Start to be obedient to his will. And need to seek it. And need to seek it. And need to seek it. Deny your own one. Deny your own one. Deny it. Say, Lord, circumcise my ears. Circumcise my heart. I do not want to hear my own desires and present them as your will. It just brings me to shame. I truly want to know your will, God. When I stand to pray, if I need something or I want something, I say, Lord, don't let me hear what I want. Maybe it would be against my will, but I will know it's yours. But shall I know you? I will not hear my own soul. I shall close my ears away from my soul. Закрывайте уши. Close your ears away from your soul. Слушайте только его. Иначе вы не сможете услышать его. Otherwise, you will not be able to hear his will. Со своим «хочу» не приходите к Господу. Do not come to the Lord with what I want. Со своими судами, со своими осуждениями. Не приходите к Господу. Do not come to the Lord. Приходите свободно. Очищайте. Come open and cleanse. To hear his will. Вот я поделилась с вами его желанием сказать вам об этом. Потому что он очень хочет увидеть церковь кроткой и смиренной. Сердцем. Венешне, может быть, мы так и выглядим. Но хотелось бы, чтобы сердцем. Аминь. 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 Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok